МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Чтобы на уровне правительства Российской Федерации, да и на уровне области или муниципалитета, тоже интересно узнать именно статистику. Как проходит перепись населения в округе, расскажу в ближайшее время. В случае, если налогоплательщик на сегодняшний день не получил налоговое уведомление, он может узнать данную информацию, почему он его не получил. Подходит срок уплаты имущественного налога. Люди узнают о том, что мы есть благодаря таким выставкам. На Наташинских прудах прошла благотворительная акция в помощь бездомным животным. Это по Тулю первое место. Третье место за силу удара. О будущих мировых чемпионах по тэквондо смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Главе Леуберец Владимиру Ружицкому отчитались о работе, проделанной с 11 по 17 октября. На минувшей неделе в правоохранительные органы обратились 1900 раз. По 32 из них возбудили уголовные дела. 27 преступлений раскрыли по горячим следам. Народ продолжает проникаться тем, что мошенники их достают. Я также прошу, чтобы совместно с нашими сотрудниками, если вдруг что-то будет, под видом газовщиков сейчас переписи населения могут приходить, чтобы наши граждане звонили или на службу сразу на 112, или на 02, или на любые службы, которые могут приехать и сразу сообщить правоохранительные органы, что пришли мошенники. С обманом люберчане сталкиваются и в общественном транспорте. С 1 августа в городском округе предоставляются льготы по социальной карте Московской области и карте «Стрелка». Однако бесплатный проезд и скидки предоставляют далеко не все водители. На постоянной основе проводятся проверки наземного пассажирского транспорта на предмет строгого соблюдения правил предоставления льгот и скидок для пассажиров. Из транспортных компаний городского округа Люберцы уволено 6 водителей и 30 водителей привлечены к дисциплинарной ответственности. Пожаловаться на отказ провозить по социальной или льготной карте можно напрямую транспортным компаниям и в социальных сетях Люберецкой администрации. Айтад Шчерага, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители домов на улице Южная жалуются на периодическое отключение воды. Проблемы с предоставлением коммунальных услуг начались еще в середине лета. Каковы причины предоставленных неудобств, выяснял наш корреспондент. В июле, когда жара была, у нас из крана все время кипяток лился. Потом началось, вроде это все прекратилось. Раз в месяц у нас стабильно нет холодной воды. А недавно на днях проснулись, никакой воды вообще не было, вплоть до пяти вечера. Вообще никакой. Холодную воду отключают утром, как раз в то время, когда надо собираться на работу. Периодические сбои доставляют массу неудобств. Испытывать их приходится из-за работ, проводимых водоканалом. Ресурсоснабжающая организация меняет магистрали холодного водоснабжения. Отключения всегда плановые. Жители всегда предупреждаются путем вывешенных объявлений. Снабжаются водой. Водоканал снабжает водой, подводит воду к домам. Делался анализ воды. Жители жалуются на то, что после отключения вода плохого качества. Вода соответствует качеству. Мы стараемся быстрее принять все меры, чтобы людям в квартиры не попала грязная вода. Завершить ремонтные работы сотрудники Люберецкого водоканала планируют уже к концу этого месяца. Последнее отключение воды будет во время врезки новой магистрали в дома. Представители управляющей компании напоминают, что при возникновении вопросов следует звонить в единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа Люберцы. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецкой администрации прошло заседание депутатской фракции политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа. Подробнее о рабочей встрече расскажет наш корреспондент. На встрече подвели итоги выборов в Московскую областную и Государственную думы, отметили и работу депутатов с жителями. По итогам деятельности депутатов Люберцы заняли пятое место по Московской области. Я думаю, что действительно очень высокий рейтинг у вас и вообще в Совете депутатов. Это же надо удержать. Мне кажется, что нам надо подумать о том, чтобы в планах, которые вы составляете, мы будем все вместе с вами делать, чтобы мы влияли еще на психологический настрой людей. Мне кажется, что полезно проводить наши приемы в таком плане, как бы типа выездном. Продолжается работа над партийными проектами. На заседании единогласно приняли решение о смене руководителя проекта «Детский спорт». В ноябре месяце у нас будет запланирована встреча с руководителем, те, кто ведут непосредственно партийные проекты. У нас наш коллега Троицкий Леонид Александрович в связи с тем, что Софин Павлович, который вел партийный проект «Детский спорт», будет вести Троицкий Леонид Александрович, начиная с этого месяца. Завершение некоторых участников заседания наградили благодарственными письмами за деятельность в период выборов 2021 года и почетными знаками за работу в партии. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается 12-я всероссийская перепись населения. В городском округе работает 109 переписных участков. На базе многофункциональных центров открыто 9. Мы побывали на одном из них. Количество проживающих двое. Адрес проживания, образование, источник доходов. Всего 33 вопроса. На этот раз перепись населения проводится в цифровом формате. Все бланки электронные. Заполняет их волонтер. Я знаю важность и необходимость этого проекта. Поэтому мне очень хотелось стать волонтером и поучаствовать в таком большом и масштабном проекте. На переписных участках волонтеры работают по будням с 16.00 до 20.00. По выходным с 10.00 до 18.00. С 15 октября в центральном МФЦ Люберец переписались более 500 жителей. Чтобы на уровне правительства Российской Федерации, да и на уровне области или муниципалитета, тоже интересно знать именно статистику. Именно какое количество людей проживает, в каких условиях, возрастная группа, профессии. Потом из этого можно складывать некую программу действий. Переписаться можно, не приходя на стационарные участки. Для этого необходимо зайти на сайт госуслуг и заполнить бланк. После этого респондент получает код подтверждения. Его нужно предоставить переписчику, когда он придет к жителю на дом. Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Айтад Шчерагова, Петр Пономаренко, Телеканал, ЛРТ. До истечения срока уплаты имущественных налогов за 2020 год остается чуть больше месяца. До 1 декабря собственники недвижимости и автотранспорта должны выполнить свои налоговые обязательства. Как проходит процедура и какими льготами могут воспользоваться налогоплательщики, узнала наша съемочная группа. Налоговые уведомления могут направить в электронной форме через интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц или заказным письмом по почте. Уведомление будет считаться полученным по истечению 6 дней с даты его направления. Кроме того, налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе или через МФЦ. В случае, если налогоплательщик на сегодняшний день не получил налоговое уведомление, он может узнать данную информацию, почему он его не получил в любом многофункциональном центре по оказанию муниципальных услуг, в налоговом органе, а также может обратиться лично в инспекцию и получить данное уведомление. Есть несколько причин, по которым уведомление может не прийти. Например, если сумма налога меньше 100 рублей или если налогоплательщик воспользовался льготами, которые полностью освободили его от уплаты. С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года будет новая льгота предоставляться по транспортному налогу, на транспортные средства, которые оснащены двигателем с газовым топливом, соответственно. Там будет предоставляться льгота в размере 50% на транспортные средства. Откладывать оплату налога в долгий ящик не стоит. Если налогоплательщик исполнит свою обязанность несвоевременно, ему будет начислено пение за каждый день просрочки. Современный мир тяжело представить без рекламы. И в крупном мегаполисе, и в самых маленьких городах нас повсюду окружают яркие вывески и логотипы. Они делают символику любой компании более узнаваемой. О том, как создают наружную рекламу и как она работает, наш следующий сюжет. Один из эффективных способов заявить о себе – брендирование автомобилей. Этот метод наружной рекламы выбирает большинство компаний. Ведь все, что нужно – это разместить информацию на стеклах служебных машин. Дальше реклама работает самостоятельно. Так как сейчас у нас очень мобильная жизнь, все постоянно куда-то перемещаются на автомобилях. Создаются, как мы все знаем, большие пробки на дорогах. Соответственно, когда человек стоит в пробке в автомобиле, и он видит перед собой автомобиль с какой-либо рекламой, он запоминает, у него это откладывается в памяти. Уже более 10 лет в этом направлении успешно работает компания «Где наклейки». Типография занимается изготовлением любых наклеек на заказ. Печатные машины работают круглосуточно и готовы справиться даже с самым большим заказом. Принцип – это качество. Лучше чуть-чуть, возможно, по срокам мы попросим заказчика подождать. Но мы сделаем качество. У нас главное – это качество. Типография работает по полному циклу. Кроме производства стандартных наклейок и этикеток, компания занимается брендированием автомобилей, офисных помещений, а также оклейкой офисных перегородок и витрин. На сегодняшний день портфолио предприятия насчитывает более 100 успешно реализованных проектов различной сложности. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во избежание ДТП крепче держись за поручни. Сотрудники Люберецкой госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного проезда в общественном транспорте. Инспекторы провели очередной профилактический рейд «Автобус». Результат проверки в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, госинспекция Люберца, старший лейтенант полиции Тимур. Документы будьте добры, пожалуйста. Перед выходом в рейс – проверка технического состояния автобуса. В первую очередь – документы водителя, затем исправность транспортного средства. Такую проверку инспекторы ГИБДД проводят на территории обслуживания не реже одного раза в месяц. Главная цель – предупредить аварии с участием общественного транспорта, в результате которых пассажиры получают травмы. И эта работа уже дает положительные результаты. На сегодняшний день на территории обслуживания отдела ГИБДД ММВД России Люберецка наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 20% по вине водителей пассажирского транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Водитель должен соблюдать правила дорожного движения и следить за техническим состоянием транспорта. А пассажиры, в свою очередь, помнить о рекомендациях сотрудников ГИБДД. Передвигаться в автобусе или маршрутке, сидя, а если нет свободных мест, не забывать держаться за поручни. Перед выходом из салона дождаться полной остановки транспортного средства, а также пользоваться ремнями безопасности при их наличии в автобусе. В деревне Марусино продолжают возводить пристройку к 59-й школе. Работы на будущем объекте образования ведут круглосуточно. В таком же режиме контроль за процессом строительства. До сдачи здания в эксплуатацию осталось не так много времени. Успеют ли справиться со своей задачей строители, выяснял наш корреспондент. Первоочередная задача – справиться с благоустройством территории в кратчайшие сроки. Пока позволяет погода. Работы на улице строители выполнили на 70%. Остальные 30% завершат в течение двух недель. На данный момент производятся работы по асфальтированию, укладке плитки, сооружением малых архитектурных форм и, соответственно, езеновым покрытием. Что касается работ на самом здании и внутри него, то фасад и кровля готовы на 95%. Инженерные сети провели в полном объеме. На следующей неделе в пристройке уже подключат отопление и приступят к финишным отделочным работам. Все работы, которые связаны с отделкой, они требуют внимания, требуют времени. Потому что когда строишь школу то ли из кирпича, то ли бетон, это все быстро возводится. А внутренняя работа, внутренняя отделка, они всегда и затратные, и по времени долгие. В течение месяца тоже мы отделку должны завершить. В целом, новый корпус 59-й школы готов на 90%. Строители должны сдать объект в декабре этого года. Для того, чтобы справиться с задачей, они работают без выходных. Пристройка на 400 мест крайне востребована. Она полностью избавит местных школьников от второй смены. Новый способ оплаты питания ввели в нескольких учебных заведениях Люберицево в рамках пилотного проекта. Школьный обед оплачивается именной пластиковой картой. Как оценили новую систему ученики инженерно-технологического лицея, расскажем в нашем сюжете. Здравствуйте, извините. Здравствуйте. Прикладываю карту. Теперь у школьников, как у взрослых, свои пластиковые карты. По ним ребята заходят в школу через пропускную систему и оплачивают обеды и еду в буфете. Если у ребенка есть льготы, вся информация также записывается на карту. Вот такие классные карточки. Я думаю, они мне пригодятся. Я буду просить маму положить туда деньги и буду покупать в столовой. Сегодня попробую, мне очень понравилось. Это удобно, так как нам не нужно с собой таскать мелочи и наличные деньги. Много преимуществ и для родителей. Мама и папа отслеживают питание детей через личный кабинет, где видят, что ел их ребенок и сколько заплатил. Пополнить баланс карты можно удаленно через веб-кабинет, либо в школьных терминалах. Я думаю, в перспективе мы подобными терминалами, подобными карточками, такими счетами через карточку, это распространим на все остальные школы, потому что это очень удобно. Пока такая система оплаты введена в четырех учебных заведениях Люберец. В 28-й и 54-й школах, в 56-й гимназии и в инженерно-технологическом лицее. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» прошла в городском округе Люберцы. В этот раз собрали более пяти тонн вторсырья. С каждым годом количество участников акции растет, а формат ее проведения меняется. Подробнее в нашем сюжете. История сбора макулатуры началась в Советском Союзе. Газеты и пустые коробки несли на все предприятия и в школы. Такими же стройными рядами с перевязанными веревкой пачками старой бумаги идут школьники и в 21-м веке. В Люберцах акцию «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводят дважды в год, весной и осенью. Организаторы данного мероприятия начисляют эко-балы в зависимости от тоннажа с данной макулатуры. И на выигранные эко-балы мы выбираем саженцы, которые организаторы нам привозят. И мы сажаем на территориях округа. Региональный оператор по сбору и переработке вторсырья старается, чтобы акции проходили не только массово, но и увлекательно. В этот раз предложили сыграть в экофутбол. Так, говорят, легче понять, как правильно сортировать отходы. Наши ворота разделены как раз на серую часть, которая символизирует смешанные отходы, неперерабатываемые, и синее, как тоже сырье. На каждом из мячей нанесен вид отхода. Например, бумажный стаканчик или кожура от банана. И задача игрока – попасть в правильное отверстие. Из переработанной макулатуры сделают строительные материалы, упаковку для продуктов или новую чистую бумагу. А женское сообщество «Нежный бизнес» доказало, что из мусора получаются и произведения искусства. Они организовали выставку картин, которые написаны не красками, а сделаны из бытовых отходов. Айтадж Чирагова, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 20 октября – Международный день повара. Профессиональную дату отметили как опытные, так и начинающие повара. В Люберцах будущих специалистов обучают в техникуме имени Юрия Гагарина. С начинающими поварами пообщалась наша съемочная группа. «Мы приготовим с вами холодные закуски фуршетные из овощей и фруктов. Давайте приступим. У вас у каждого есть набор продуктов на столе». Студенты 4-го курса Люберецкого гагаринского техникума по-своему отмечают профессиональный праздник – лабораторной работой. На столе ингредиенты для овощных и фруктовых закусок. Задание – сделать так, чтобы блюдо можно было подать на фуршетный стол. Для приготовления этой закуски потребуется всего 10 минут. Рецепт и внешний вид блюда ребята придумывают сами. Здесь-то и можно проявить свой творческий потенциал. Ведь еда должна быть не только вкусной, но и красиво оформленной. «Гость, когда приходит и ему приносит закуску, он сначала наслаждается ее внешним видом, а потом уже будет наслаждаться ее вкусом. То есть не менее важно, чтобы блюдо выглядело максимально аппетитно и красиво, чтобы его хотелось сразу съесть, а не откладывать на подальше». Максим Тежиков поваром решил стать еще в детстве. Сначала его бабушка учила готовить бутерброды. Чем старше становился Максим, тем сложнее были блюда. Одно из них – покет. «Самодельная лепешка, в нем был соленый лосось, овощи, я добавлял капусту и корейскую морковку, и соус, тереки. Все обжаривается и запекается». Максим любит готовить рыбу, а его одногруппница Алиса Кокошкина предпочитает трудиться в холодном цеху. Как и сейчас – готовить закуски и салаты, хотя начинала она кондитером. «В детстве я посмотрела аниме по этой тематике и заинтересовалась». «Первая твоя работа, первое блюдо?» «Торт из блинчиков. Между слоями была клубника и сливки». Большинство студентов четвертого курса подрабатывают в ресторанах и кафе. Впереди их ждет демонстрационный экзамен, на котором ребята проявят свои кулинарные способности. «Они прошли очень много модулей по холодным закускам, по горячим, по горячим блюдам, по кондитерские и мучные изделия. Они уже самостоятельные, много что умеют». Ежегодно 20 октября старшекурсники устраивают мастер-классы для студентов первого курса. Делятся знаниями и своими секретами кулинарного искусства. В октябре свой профессиональный праздник отмечают врачи еще одной специальности. Поздравления принимают участковые терапевты. Они – главное звено в оказании первичной медицинской помощи. Их миссия – вовремя выявить заболевание и предотвратить его развитие. О нелегкой и важной работе терапевтов наш следующий сюжет. «Наблюдаете за собой, физическая активность должна быть, диету соблюдаете». У пациентки Марии Павликовой наблюдается положительная тенденция. Лечение, которое прописал терапевт, помогает. Давление и гемоглобин пришли в норму. Остается только следовать советам врача. «Отличный врач. Относится хорошо, объясняет очень хорошо. У меня гемоглобин упал очень сильно. Ну вот, а сейчас поднялся, я уже бодренький такая». Для Нилуфара Абдулаева и улыбка пациента, его хорошее самочувствие – самая высокая награда. В детстве, задумываясь о будущей профессии, она рассматривала только такие специальности, где нужно помогать людям. Между адвокатом и врачом выбрала вторую. Ведь что может быть благороднее, чем дарить здоровье? «Врач-терапевт не только ведет прием. Его задача входит осмотр пациентов, сбор анамнеза, диагностические манипуляции для того, чтобы выставить диагноз, лечение, естественно. Если, соответственно, врач-терапевт выявляет в ходе обследования какие-то специфические заболевания, то направляет пациентов узким специалистам». Одним словом, терапевт – это врач номер один для любого пациента. Он оказывает помощь не только в поликлинике, но и на дому. Рабочий день Нелли Афанасьевой начался в 8 утра. До 14.00 ей надо успеть отработать 8 вызовов. «Здравствуйте, это врач. Я в 265-ю квартиру. Откройте, пожалуйста». В эпоху коронавируса нагрузка выросла в разы. Большое количество вызовов с подозрением на COVID-19. Обострение хронических болезней тоже никто не отменял. Но, несмотря на все сложности, участковый терапевт признается – свою любимую работу не променяет ни на одну другую. «Это почетное звание, я считаю. Стать врачом я мечтала с детства у меня почему-то. Ну вот, потом воплотилась. И все, решилась, что терапевтом. Терапевт – это более широкая специальность, где нужно знать все». «Знать все, быть готовым помочь пациенту и указать ему верный путь к выздоровлению. Задача терапевта многогранна и нелегка. Профессиональный праздник – еще один повод напомнить об этом и пожелать врачам самого главного». «На здоровье. Остальное все не будет». Луиза Егия-Зарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. «В начале месяца в Люберцах было отмечено несколько случаев подозрения на бешенство у домашних животных. К счастью, это оказалось ложной тревогой. Ни у одного из питомцев диагноз не подтвердился. Значительную роль в защите от опасного заболевания играет вакцинация. Она проводится в ветеринарных клиниках круглый год». Полуторагодовалый Джонни – частый гость Люберецкой ветеринарной станции. Его хозяйка тщательно следит за здоровьем любимого питомца. На этот раз поводом для визита стала вакцинация от бешенства. Это уже вторая прививка в жизни маленькой собаки. Первая была ровно год назад. «Все, молодец. Всего вакцинация будет работать в течение года. Допускается в течение суток незначительная вялость. Это является нормой. Но, как правило, все это проходит совсем незаметно». «Мы живем в полосе, где много лис. У нас здесь, в соседнем районе бегают лисы. Поэтому обязательно нужно делать прививку от бешенства, чтобы собака не заболела. За здоровьем детей нужно всегда следить. Неважно, четыре лапы у них или две ноги и две руки. Для меня это как маленький мой сын». Следовать примеру заботливой хозяйки важно всем, у кого есть питомцы. Бешенство может передаваться от животного к человеку. Исход у опасного заболевания один – смертельный. «Лечение этого заболевания не разработано и не предвидится никаких путей решения этой проблемы. Заболевание передается, как правило, при укусах, либо ослюнении. Если у человека, допустим, или у животного повреждение, кожного покрова, если больное животное ослюнило, даже не укусило, просто там или отсрапало, то заражение возможно». Вакцинация – единственный способ уберечь себя и животное от неминуемой смерти. В Люберецкой ветеринарной станции прививку делают бесплатно. Важно помнить, что при любом подозрении на бешенство нужно немедленно обращаться за помощью. Опознать больное животное можно по резкой перемене настроения, потере аппетита, повышенному слюноотделению и вялости. На Наташинских прудах организовали благотворительную акцию помощи бездомным животным «Дорога домой». В Некрасовском приюте живут 3000 собак и 200 кошек. Некоторых питомцев представили на выставке в парке. Пёс Байкал и его сестра Дина оказались в приюте два года назад. Тогда волонтёры нашли щенков в коробке. Сейчас собаки живут в одном вольере. На выставку Байкала привела волонтёр Валентина Фирсова. Когда я первый раз пришла на сектор, когда я ещё была гостем, моё внимание сразу привлёк именно Байкал. Вот я открыла вольер с ними, он сразу выбежал, вот сюда вот мне лапы стал ставить. И Дина тоже, его сестрёнка, они очень ласковые. То есть, если у них нет людского внимания, тогда они прямо сидят в клетке такие, плачут. Валентина и другие волонтёры предлагают взять собак домой. Процедура сложная, так как отдавать животных можно только в добрые и заботливые руки. А для тех, кто не может взять питомца, организовали беспроигрышную лотерею. Жители опускают в коробку купюру, крутят лотерейный барабан и выбирают капсулу. В ней приз. Блокноты, брелоки, игрушки. Некоторые подарки волонтёры сделали сами. Собираем деньги на аппарат УЗИ, который так необходим в нашем приюте. Ну и, конечно, хотим порадовать детей общением с животными, социализированными, которых мы пристраиваем в добрые руки. Помочь приюту можно не только деньгами. Люберчане принесли ковры, постельное бельё для утепления вольеров, игрушки для собак и миски для кошек. Волонтёры рассказали, как стать частью команды. Для этого можно просто приехать в приют. Люди узнают о том, что мы есть благодаря таким выставкам. И они приезжают в приют уже целенаправленно с помощью какой-то. Они приезжают гулять, они помогают пристраивать. Потому что, на самом деле, вариантов помощи приюту очень много. На площадке Наташинского парка Некрасовский приют организовывает благотворительные мероприятия «Шестой год». В рамках этой акции собрали более 300 килограммов корма для собак и кошек. Люберцы вновь стали площадкой проведения крупного спортивного турнира. На этот раз в городском округе прошло первенство по художественной гимнастике среди младших разрядов на призы главы муниципалитета Владимира Ружицкого. За выступлениями юных спортсменок наблюдала наша съемочная группа. Последние наставления перед выходом на ковер. Каждая из своих воспитанниц у Ангелины Царёвой индивидуальный подход. Кого-то нужно просто подбодрить перед выступлением, а с кем-то отрепетировать отдельный элемент. До площадки приглашается Геворкян Полина Люберцын. Полина Геворкян – одна из семи подопечных люберецкого тренера, которые представили городской округ на первенстве. Выступление позади, остается только ждать результат. Я бы хотела занять первое место. Тут медаль побольше и старания. Полина очень трудолюбивая. Если что-то не получается, она будет идти до конца. До конца будет делать, 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 не уйдет из зала, пока не получится. Вот это самое главное. Если есть трудолюбие, то будут и результаты. Таким качеством обладает, пожалуй, каждая из этих девочек. Иначе выполнять сложные трюки с такой ловкостью и легкостью невозможно. 150 самых юных и успешных спортсменок из Москвы и 10 городов Подмосковья показали результаты своих трудов. Равновесие – это самое любимое мое. Художественная гимнастика. Там такие красивые купальники. И растягиваться не очень уж больно. Я сначала ходила на боех, а потом в другую гимнастику пошла. Еще я уже выступала. Пелые, вторые, третьи. Один раз бывало, что пятые. Самым маленьким участницам первенства всего 4 года. В Люберцах соревнования среди малышей прошли впервые. Но они уже закрепили за собой право стать традиционными. Ведь художественная гимнастика пользуется в регионе огромной популярностью. У нас в Московской области культивируется в 38 городах художественная гимнастика. Вот у нас будет 22-25 октября первенство Московской области. Но не знаю, там будет дыхать до 500 человек из всех городов Московской области. Так же и из Люберец. Первенство по художественной гимнастике – своего рода показательное выступление. Именно на таких турнирах выявляют перспективных спортсменок. В каждой возрастной группе определят 6 лучших гимнасток. Но организаторы соревнований предусмотрели подарки и поощрительные призы для всех участниц. Уиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Не просто боевое искусство, а целая философия жизни. В городском округе Люберцы растят чемпионов по тэквондо. Наша съемочная группа побывала на тренировке воспитанников клуба «Дангун» и узнала, каких высот достигли начинающие спортсмены. Этот маленький ритуал совершает каждый спортсмен при входе в зал. Таким образом, он выражает свое уважение к месту, где получает знания и навыки, и обещает вести себя дисциплинированно. Строгая дисциплина в зале учит такому же поведению за его пределами. Это, пожалуй, и есть одна из основных задач тэквондо. В первую очередь занятия воспитывают самостоятельность и ответственность. Выдержку и самообладание, настойчивость и уверенность. Закручиваешься с головы, боковым зрением уже видишь, куда будешь бить, и наносишь удар ногой. Давай, двигайся. Очень хорошо. Здесь, в нашем виде спорта, мы стараемся выстроить и с теми ребятами, которые у нас тренируются, и с другими тренерами, именно максимально комфортную атмосферу. Основная задача, чтобы каждый человек, который приходит в зал, нашел здесь то, чего ему не хватает в жизни. А зам восточного единоборства филиале клуба «Дангун», расположенном в доме офицеров, обучают около 80 ребят. Самым маленьким воспитанникам – 4 года, самым старшим – 16 лет. В каждой возрастной группе есть свои звездочки. Вот эта тройка недавно привезла победу с чемпионата Центрального федерального округа. Это по Тулю первое место, третье место за силу удара. По Тулю у меня первое место, а по силе удара у меня пятое и 45 человек. Я хочу дойти до черного пояса. А я хочу быть мастером по текунду. Это по Тулю, а третье по силе удара. А кубок то, что я заняла первое место. Я когда пришла на первую тренировку, мне понравилось то, что тренер добрый. О доброте тренера Сергея Зубкова говорит каждый ребёнок. И это несмотря на его требовательность во время занятий. Но строгого наставника зачастую можно увидеть и таким. Сань, очень больно сейчас мне сделала вообще. Почему меня никто не целует, я не могу понять. Я хочу, но я не могу и не дотягиваюсь. Любая победа моего спортсмена, ребёнка, который у меня тренируется, она для меня значит намного-намного больше, чем свои собственные победы. И я думаю, что этим, наверное, всё сказано. День без тренировок – потерянный день. Девиз этого спортивного клуба. Ведь уже на носу очередное, ещё более масштабное событие – чемпионаты первенства Российской Федерации. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова